Сколько вот вообще, на ваш взгляд, должен получать парень с неплохим или с хорошим рекордом в России? Ну, такой вопрос. Ну, смело скажу. После боя Меочи Чингану мы с UFC связались и сказали, что мы готовы подраться с чемпионом. У Уолкова нет шансов, потому что там против ударной мощи Нгану никто не может стоять. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy, ведь благодаря им мы можем ездить на все российские ММА-турниры, освещать их. А самое главное, что они дают возможность российским бойцам и промоушенам, таким как EFC, делать большое количество крутых турниров. Спасибо огромное, Gorilla Energy. Это отличный энергетический напиток. Слева от меня стоит главный тренер команды «Стрела» Тарас Кияшко. Тарас, приветствую вас, рад видеть. Я тоже. Расскажите, какими судьбами на турнире я всех. На турнире, ну, так получается, что в команду к нам приезжают наши друзья, готовятся, и мы им помогаем. И Степан Горшечников нам очень сильно помог в подготовке перед боем с Харрисом. Он провел полный лагерь, мы ему помогаем. Соответственно, всегда рады видеть тяжей, получежей, да и все веса в нашем зале, и друг другу помогаем. Вот. Сейчас я буду говорить с вами про Александра Волкова, потому что очень много интересных новостей и вокруг него, и вокруг его соперников, и вокруг его потенциальных соперников. Для начала сейчас Александру Волкову дали бой с Сирилом Ганом. Кто сказал? Говорят инсайдеры. Ну, инсайдеры пусть говорят, мы ждем, мы ждем контракта. Когда мы получим контракт, и EFC повесит имя бойца, то мы вправе говорить о том, что да. Да, мы ждем бой на июнь месяц, готовимся уже в полном объеме этого слова, и ждем контракта. Давайте тогда пообсуждаем не назначенный бой, а возможный бой с Сирилом Ганом. Это крутой соперник, EFC его очевидно ведут, он идет без поражений, и о его имени уже в ММА говорят как о каком-то там будущем претенденте. Но при этом Александр Волков это тоже крутой боец, претендент, и еще и очень сильная угроза для всего тяжелого веса. Что можете сказать вообще о их бое? Ну, если этот бой состоится, то я думаю, что это будет реально очень интересный бой двух ударников, да. Двух представителей ударного стиля. В этот раз, чем будет бой интересен, тем, что в отличие от всех остальных, этот парень умеет бить ногами. Да, соответственно, мы готовимся, соперник, могу сказать, что удобный, да, если он будет. Поэтому хороший парень, двигается на тайминге, но не могу сказать, что он обладает каким-то сильным ударом, да, что у него какие-то, несмотря на то, что он там несколько схваток закончил сабмишином, не могу сказать, что он, может быть, сильно хорошо борется. Но поскольку он входит в топ-5, соответственно, он это заслужил, и любые парни, кто ходит в топ-10, они все претенденты за пояс, и мы к каждому сопернику относимся с уважением. А кого бы вы хотели бы увидеть в качестве спаринг-партнера, вот если к Волту Харрису вы взяли Степана Гошиченко, который, ну, довольно-таки хорошо борется и плотно это делает? Степана мы взяли, дело в том, что он выступает 93 килограмма, но он левша, да, поскольку Харрис левша, и, в принципе, сколько я смотрел, Сирил тоже 80% схватки проходит в левше. Возможно, будет Степан, да, у нас обойма полна, Сергей Белостенный, прекрасно двигается тоже ударник, сейчас приедет к нам готовиться Сергей Спивак, тоже прекрасный ударник. Возможно, мы Дайнека вызовем, потому что он рослый, высокий, здоровый парень. Параллельно Максим Гришин, да, у нас полно тяжелее. Возможно, даже нам сейчас мы с друзьями из Блэкхауса связались, такой инсайт, может, там хороший кикер приедет к нам из Бразилии, как мы это любим приглашать гостей. Вот, поэтому готовимся. Тогда обсудим еще один бой, который идет в связке с боем Волкова и Сирил Гана. Это бой Фрейнса Нгану с Дереком Льюисом. Эти ребята уже встречались до этого, и после боя с Нгану многие заговорили о том, что Александр Волков может его остановить. Что скажете по поводу боя с Льюисом, и потом уже поговорим про возможное противостояние с Волковым. Поскольку Нгану сейчас мы по последнему бою видели, что он вырос, не только как бы улучшил свои технические данные и все остальное, но еще, я так думаю, вырос ментально, да, то есть он стал думающим бойцом. И это было видно по бою, да. Физически крепкий парень, обладает сильным ударом. Но Дерек Льюис, он на то и Дерек Льюис, он может удивить любого, да. И возьмем первый бой, понятно, там было психологическое состояние непонятное Нгану, сейчас он более чем уверен и будет жаждать реванша. Но это может также и быть не в его пользу, да. Поэтому бой будет более чем интересный, но Нгану будет чуть-чуть другим. Но они оба обладают сильным, серьезным ударом, противостояние будет крутое и даже нам интересно. Но если Дерек его и в этот раз выиграет, то это, конечно, прям будет круто. Мы сразу врываемся. Ну и так, в принципе, мы после боя Меочи с Нгану, мы с UFC связались и сказали, что мы готовы подраться с чемпионом. И даже если вдруг что-то случится сейчас, мы готовы с Дереком, мало ли, мы готовы подраться с Нганом. То есть, вот. Вот. Вообще, вот что вы скажете тем людям, которые пишут в интернете, что у Волкова нет шансов, потому что там против ударной мощи Нгану никто не может стоять? Так пишут про нашу сборную по футболу, когда у них что-то не получается. Так пишут про любых спортсменов нашей сборной России, неважно какой вид спорта. Так пишут и про наших бойцов, да. Они побеждают, кто-то молчит завистливо и кто-то наоборот восхваляет, как только стоит оступиться, сразу ты никто и... А если выиграл, то еще и соперник не тот, да, там инвалид, там либо ветеран, либо уже не тот. Поэтому... Караван, как там, собаки лают, караван идет и все нормально. Мы привыкли к этому и даже это так, как Джордан, да, его нужно было все время искать соперника, да. И у нас помимо соперника, который в ринге, еще и соперники, которые вокруг, как шавки, лают. А еще вы вспомнили Сергея Белостенова, очень давно мы не видели его в клетке, уже, по-моему, два года. Да, Сергей Белостенный ушел в другую промоутерскую компанию, в другую команду, но он тренируется вместе с нами и готовится, как бы о планах его я сейчас не знаю. Вот, пока ничего не могу сказать. А что за промоутерская компания? Блин, я не помню. Не помню. Честно, не помню. Я знал бы, вспомнил бы, я бы сказал бы, никакого секрета нет, но вот. Так, в прекрасной форме находится, также тренируется в нашем зале, также прекрасно мы общаемся, он нам помогает, мы ему помогаем. И, может быть, пару слов о каких-то ближайших интересных стартах. Я знаю, что Шараф, Давлад Муродов скоро будет. Да, сейчас вот, к сожалению, из-за проблем с визами у нас вот такой, в принципе, застой со всеми бойцами произошел, потому что перед пандемией у нас была реальная договоренность со многими западными компаниями, что готовы были. Но случилась пандемия, они все остановились. Сейчас проблема с визами. Но, несмотря на это, мы сейчас нашли там несколько вариантов, что если вдруг в Америке не получится подраться Шарафу там уже, да, он подерется в Бразилии. Поэтому работаем, пытаемся всячески решить проблему с визами, как только с визами у нас получится на Запад. Вот, естественно, можно, знали бы мы заранее, что так получится, они бы, возможно, еще и подрались бы в СССР. Но, поскольку решили уже идти на Запад, терпим. Ну, а какие-то еще интересные старты? А то у Вартаняна будет бой на OpenFC. Да, у Эдика на OpenFC. Естественно, никто не хочет застаиваться. Сейчас также для Володи Канунникова уже есть там несколько вариантов. Нужно, как бы, соблюсти его желание, да, и где-то не продешевить. Потому что в России сейчас можно, возможности есть подраться, но везде очень мало платят. И пользуются тем, что, наверное, ну, это дело ЛИК, что элитным ребятам, бойцам, которые заслуживают гораздо больше денег, им предлагают подраться за более маленькую сумму. Но таковы сейчас жизненные, скажем так, условия. Поэтому для Володи Канунникова, для, в принципе, для всех ребят, кто сейчас у нас в команде в Стреле, для всех ищем бои. И я уже боюсь говорить, что вот сейчас, сейчас у нас уже несколько раз срывалась виза, получение визы, понимаешь, и я уже боюсь что-либо называть. Но мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее подрались. Даже если не получится сейчас сразу влететь в западную какую-то историю, нужно драться парням. И простой очень большой. Тогда самый последний вопрос шел в голову. Это старая такая уже дилемма, сколько должен получать боец ММА. На мой взгляд, он должен получать с размером тому, сколько он может принести денег Лиге. Ну вот вы сейчас сказали, что мало предлагают очень ребятам-звездам. А сколько вот вообще, на ваш взгляд, должен получать парень с неплохим или с хорошим рекордом в России? Ну, такой вопрос. Ну, смело скажу. Я думаю, от 4 тысяч. 4 плюс 4, 5 плюс 5. Тысяча евро. Евро, долларов. Это вот такой минимум, да. А если ребята такие, как то же самое Володя Канунников, Шараф, да, это ближе к 10. 10 плюс 10 или 5 плюс 5? 10 плюс 10. Пусть с 5 начнут хотя бы, да. Но предлагают там реально за 100 тысяч подряд, либо за 100 плюс 50. Ну, хорошо, максимум там 200 плюс там еще сколько-то. Ну, на самом деле, они на подготовку, поскольку ребята профессионалы, они живут этим, да. И на подготовку только затратится больше суммы, да. Не говоря уже о каких-то процентах и все остальное. На самом деле, нам даже иногда бывает, что мы готовы и проценты эти не брать, да, и работать для бойца, чтобы задел был какой-то. Но за копейки они сами не хотят выходить. И знаешь, как в хорошем, в кино, да, у меня был такой опыт, и мне хороший актер один сказал, говорит, вот стоит тебе выйти в сериале там за 10 тысяч рублей, мир очень маленький, тебя будут дальше приглашать за 10 тысяч рублей. Поэтому понятно, что хочется драться, и хочется, чтобы дрались все. Но я считаю, что многие бойцы, кто уже с именем и заслужили, драться за более другие деньги. И я знаю, что у ЛИК есть такая возможность. Но, к сожалению, пока так. Но я надеюсь, что со временем все наладится, и все ребята будут драться за те деньги, которые они заслуживают. Тарас, спасибо огромное за интервью, ждем анонсы боев ребят из Стрелы. Друзья, вы подписаны на инстаграм Тараса Кияшко, он появится внизу экрана, подписаны на инстаграм Вестника ММА. Вестник ММА, самый крутой Вестник. Е, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.